Не прошло и семи лет с момента прекращения Украины поставок воды в Крым, как власти республики решили подать на Киев за это в суд. Сумма причиненного незалежной ущерба оценивается в 10-20 триллионов рублей. Немало. Но каковы шансы реально что-то взыскать с украинской стороны? Итак, в чем суть вопроса? После воссоединения полуострова с Российской Федерацией по итогам всенародного референдума, Киев сперва прекратил поставки воды через Северо-Крымский канал, а после еще и прервал энергоснабжение. В результате Крыму был причинен значительный имущественный ущерб. Без Днепровской воды в этом регионе до факта было уничтожено все рисоводство, а также пострадали и другие отрасли сельского хозяйства. Из-за этого и региональные, и федеральные власти были вынуждены вкладывать значительные средства в устранение последствий украинского вредительства. Этим и объясняется столь внушительная сумма иска. Первый зампред Государственного совета Крыма Эфим Фикс озвучил ее в размере от 10 до 20 триллионов рублей. В настоящее время формируется команда юристов-международников, которая будет представлять интересы полуострова в суде. На Украине над этим, понятное дело, поржали. Хотелось бы обратить внимание на мнение представителя украинской юридической школы. Некий Алексей Резняков, министр по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной, который по его собственным словам всю жизнь занимается правом, заявил следующее. Это все равно, что мочиться против ветра, поскольку Киев опирается на Женевскую конвенцию, где черным по белу написано, оккупант отвечает за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. Что хотелось бы отметить по этому поводу? Во-первых, хочется призвать украинских коллег, наконец уже определиться, что творится у них в голове. То они утверждают, что Крым был аннексирован, теперь он оказывается оккупирован. Друзья, это ведь принципиально разные, взаимоисключающие вещи. Обратимся к общепринятым определениям. Окупация, занятие вооруженными силами государства, не принадлежащей ему территории, не сопровождающаяся обретением суверенитета над ней и осуществляющаяся в отсутствии на то воле государства, обладающего суверенитетом над данной территорией, обычно время. Окупация не сопровождается обретением суверенитета над чужой территорией со стороны государства-оккупанта. Республика Крым и город-герой Севастополь вошли в состав Российской Федерации, которая после этого обрела над ними суверенитет. Следовательно, отсылки на Женевскую конвенцию, которые делает украинский юрист, что всю жизнь занимается правом, абсолютно неуместны. Теперь, что касается аннексии Крыма. Окупация и аннексия – это принципиально разные вещи, которые исключают друг друга. Аннексия – насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Севастополь и Крым вошли в состав России не в результате захватнической войны, а по итогам всенародного референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за вхождение в ее состав. Сам процесс вхождения был оформлен двусторонними договорами с новыми субъектами Федерации. Ничего насильственного тут не было. Да, российские военнослужащие обеспечивали безопасность проведения плебисцита, но никто крымчан к правильному голосованию не принуждал. То, что Крым в составе Украины был самым пророссийским регионом – это медицинский факт. Никто его не аннексировал, это тоже непреложный факт. Ладно, с украинскими горе-юристами все понятно. Теперь, насчет ржача в комментариях. Да, сумма большая и взыскать ее в международных судах, которые принципиально стоят на стороне незалежной, не представляется возможным. Но, спрашивается, зачем нам вообще идти в европейские суды? Ущерб причинен российскому региону, потому и рассматривать иск надо в российском суде. Хотелось бы напомнить, что в Ельцинской Конституции 1993 года было прописано правило о том, что международное право имеет приоритетное действие над нашим национальным. Там было сказано следующее. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Однако после событий 2014 года вокруг Украины Москва начала процесс суверенизации своей правовой системы. В 2015 году Конституционный суд РФ был наделен правом отклонять решения международных судов против России, содержащие требования о выплате неких компенсаций. Тогда же Минюстом РФ был подготовлен законопроект, дающий нашей стране право арестовывать на своей территории имущество другого государства без его согласия. При этом следует руководствоваться принципом взаимности, то есть, применять эти нормы в отношении стран, которые сами пытаются арестовать российские активы в рамках равной им стоимости. Таким образом, в рамках этой логики обращение крымских властей в российский суд с иском против Украины является политически верным и давно назревшим шагом.